Я вам скажу, как обстоят дела. Город Сухум, самая нагруженная часть, Бзыбь, Гал, Ачимчира. Это самая нагруженность, где мы получаем регулярную информацию. Мы вышку не можем найти, когда у нас надо дорогу осветить. А им вышку привозят вечером, ночью, сразу после нас. И смс-ки не мы посылаем, то, что выехали сотрудники внутренних дел, отключать ферму. Мы можем это технически предоставить. Кто посылает смс-ки, кто предупреждает. Глава государства ставит четкие задачи, мы должны говорить друг другу правду. Нам помогает Черномор-Энерго только центральный аппарат. Вот когда мы с ними выезжаем, у нас есть результат. А в районах у нас нет никаких результатов. Если мы не будем бороться с ними совместно, и как оно полагается, то мы ничего не добьемся. Вот мы приезжаем, мы знаем точно, что нагрузка есть на определенный район, мы получаем информацию от начальников милиции. Нас везут в те места, где мы уже отключили. Если мы не будем снимать тех руководителей, и они не будут нести персональную ответственность, то никакой борьбы не будет, все будет фикция. Информация как и в МВД, так и в СГБ поступает. Информацию, которую мы получаем, мы совместно отрабатываем. Счетом того, что служба госбезопасности как бы чуть по своей компетенции не имеет отношения к тому, чтобы отключать, но информируем МВД о точках. И, соответственно, сейчас мы нарабатываем материал лиц, которые являются определенными должностными лицами. В отношении них тоже, наверное, каждого сознания, в первую очередь, для должностных лиц должно включиться. Потому что это проблема национальная. Национальная безопасность. Вообще, в целом, сейчас мы понимаем, откуда идет к нам электроэнергия, и сколько нам это все обходится. Ну, я думаю, не совсем было бы правильно, что некоторые люди этим пользовались. То есть, я всецело поддерживаю позицию МВД и оказываю соответствующее содействие. А в этой кампфе развязали, а в этой машине, в галерах и студии, в этой машине, в этой машине, в ней что? А майнерах было раздвердом, да? Дело в том, что 3-4 года эти майнерки уже там стоят. Стоят, да. Но сегодня есть указания, сегодня есть ситуация кризисная, энергетическая в стране. Мы по мере возможностей как можем выявляем, пресекаем, увольняем. Мы были благодарны за любую информацию, которая касается наших сотрудников, что на их воздействовать.